Всем привет! С вами развлекательный канал Экспресс и программа Геймзона. Меня зовут Дэн. На протяжении следующих 10 минут я буду знакомить вас только с самыми горячими новинками индустрии виртуальных развлечений. Итак, сегодня в программе. Отчёт о первом открытом чемпионате Алтайского края по Counter-Strike. Большая битва. Хиты недели — мобильные мини-игры, а на десерт — продолжение забойного файтинга Soul Calibur. Но сначала новости. Киберспорт всё чаще воспринимается не только как способ приятно провести время, но и как достаточно серьёзное занятие, требующие определённой подготовки и самоотдачи. 1 и 2 мая в Барнауле в игровом клубе Plasma состоялся первый открытый чемпионат Алтайского края по Counter-Strike. Игре, являющейся, пожалуй, одной из самых популярных среди любителей онлайн-вых побоищ. Соревнования прошли при поддержке развлекательного канала Экспресс. Ну а спонсорами выступили интернет-кафе Plasma, одна из лучших игровых площадок нашего города, а также компания Мир Видеоигр и Компьютер Трейд. Лучшие команды Барнаула — DAT, NVTD, KS Union и Top 5 приняли участие в соревнованиях. В ходе напряжённой борьбы было выявлено три лучших пятёрки игроков. Ими стали DAT, Top 5 и команда NVTD. Ну а чемпионами вновь стали ребята из NVTD, которые продемонстрировали отличный уровень игры, редкое ходнокровие и потрясающую слаженность. Лица чемпионов буквально светились от радости. Как настроение? Но настроение очень хорошее, мы, конечно, очень приятно, что мы выиграли. Такая ожидаемая победа, но всё равно выигрывать всегда приятно. Скажи, ваша сегодняшняя победа, она основана больше на опыте или же это просто удача? Ну я удачи не назову, не бывает удачливых геймеров, потому что здесь очень многие факторы играют. Это скилл, конечно, и тренировки, упорные тренировки и продуманная стратегия. Все победители были награждены дипломами, а также получили призы от спонсоров большой битвы. Итак, первый открытый чемпионов Алтайского края по Counter-Strike позади. Хочется надеяться, что подобные акции станут регулярными. Ведь виртуальные баталии — это отличный способ для каждого геймера проверить собственные силы, продемонстрировать умения и, конечно, получить положительный заряд эмоций. Мы продолжаем. Далее в программе рубрика «Гейм-мини». Сегодня обозреваем игрушку под названием «Цаппер» — аркадный рейсинг от компании «Индия Геймс». Езда в пресеченной местности на скорости в 150 миль в час никогда еще не была такой простой и приятной. Геймплей чем-то отдаленно напоминает режим драк-рейсинга в Need for Speed. За тем исключением, что ехать вам придется не на тюнингованном уличном болиде, а за рулем весьма внушительного внедорожника. Управление совершенно интуитивное и не требует чрезмерной концентрации при игре. Основная цель — пройти определенный участок трассы быстрее, чем это сделает соперник. Хитрость игры заключается в том, что вам необходимо быстрее оппонента собрать разбросанные на дороге канистры с топливом. По словам, игра приятная. Графика вполне на уровне, да и звук совсем неплох. Если ваш мобильник поддерживает Ява, советую вам попробовать эту игру. Все игры, которые вы видите в нашей программе, можно без труда найти в любом из фирменных отделов компании «Гигабайт». Магазины CD-центра, напомню, находятся по адресам Проспект Строители 16, КДМ Маркет и Проспект Красноармейский 64, торговый центр Майский. Ну а мы продолжаем. На очереди тройка лучших игр недели. На третьей позиции на этой неделе Колин Макрей Ралли 2004. Не прошло и полгода с момента выхода очередной приставочной версии лучшего раллийного симулятора. Как, наконец, он добрался и до PC. Игра, способная произвести несгладимое впечатление на всех поклонников автоспорта. Современная графика и отличный звук. Экстремальная езда по пересеченной местности на предельных скоростях. Широкие возможности модификации собственного болида и живописной трассы в самых разных уголках нашей планеты. Всё это Колин Макрей Ралли 2004. Если вы ещё не попробовали эту игру, настоятельно рекомендую вам поскорее это сделать. На втором месте в тройке самых популярных игрушек недели Far Cry. Море, солнце, небо и песочек, пальмы, джунгли и древние храмы. А также вооружённые до зубов наёмники и кровожадные монстры. Исследовательские центры и военные базы, лодки, катера и джипы. А также классный звук и ураганная динамика. Как результат, огромное удовольствие от всего происходящего. Без сомнения, эта новинка от Cry.Tech достойна особого внимания. По крайней мере, она позволит скоротать время, оставшиеся до выхода настоящих столпов жанра. Doom 3 и Half-Life 2. Ну а чемпион этой недели — Siberia 2. Первая часть игры с таким родным для русского сердца названием вышла в свет летом 2002 года. А 31 марта года нынешнего увидел свет долгожданный сиквел этой потрясающей игры от студии MyCroids. Графика на пятёрку с плюсом и отличный сюжет обеспечили Siberia неслабеющий интерес любителей адвенчур всего мира. Кейт Уокер возвращается, а значит, нас вновь ждут приключения. А теперь гейм-секреты. Сегодня, как обычно, я приготовил для вас кое-что особенное. А именно коды для только что сошедшего со стапелей Atari супер-мега-шутера Unreal Tournament 2004. Всё, что нужно сделать для того, чтобы получить доступ к кодам, — это открыть консоль. В Unreal Tournament она свободна для редактирования и открывается, как обычно, тильдой. Ведя Loaded, вы получаете всё оружие. А введя All-Army 999 — бесконечные боеприпасы. Для того, чтобы сделаться бессмертным, просто введите ГАД. AddBots добавляет указанное количество ботов в игру. Ghost убирает гравитацию и включает режим прохождения сквозь стены. Введёте Fly, и ваш персонаж сможет летать. Ну а телепорт позволит вам мгновенно перенестись в точку, указанную прицелом. Горячо любимая фанатами серия забойных файтингов Soul Calibur вновь возвращается. Пройдя две ступени эволюции и завоевав титул лучшего представителя жанра, Soul Calibur вновь выходит на арену видеоигр. Для того, чтобы оценить преимущества современных игровых платформ, PlayStation 2, GameCube и Xbox, достаточно увидеть эту игру в действии. Что мы с вами сейчас и сделаем. Без сомнения, Soul Calibur 2 является полноценным преемником первых игр этой серии. Подавляющее большинство воинов перекочевало в эту игру из предыдущих частей, хотя не обошлось и без новых героев, которые очень хорошо вписались в общую картину. Есть секретные герои. Поклонникам PlayStation 2, например, предстоит сражаться в образе девушки-воина Хей Хачи. Свободу передвижения в 3D Soul Calibur 2 реализует просто замечательно. Мало игр может похвастаться настолько интуитивной системой управления, позволяющей получить удовольствие как профессиональным комбатистам, так и людям, впервые обратившим свое внимание на файтинг. Сочетая семь игровых режимов, Soul Calibur предлагает традиционное аркадное исполнение с массой приемов, доступных для освоения, и удобной системой управления бойцами. Битвы на время предлагают сражаться с несколькими противниками поочередно. Главной задачей является победа в рекордно короткий срок. Командные бои дают возможность выбрать группу из нескольких персонажей, которые должны победить равное им число соперников. Режим выживания основывается на виртуозном владении возможностями отдельно взятого персонажа, с помощью которого вам предстоит уложить не один десяток супостатов. Soul Calibur скрывает и несколько экстра-режимов, открывающихся при определенных условиях. Weapon Master Mode открывается на Age Master Mode, хорошо знакомым владельцем Dreamcast версии Soul Calibur. Он позволяет больше узнать об истории каждого героя во время путешествия по полям боев. Графически игра практически безупречна, и оставляет за собой право называться лучшим представителем жанра файтингов. Задние планы прорисованы великолепно. Фигурки бойцов прекрасно детализированы и передвигаются с феноменальной скоростью, не изменяя мягкости смены кадров. Цветовые эффекты и изменяющиеся выражения лиц реалистично моделируются компьютером и вызывают восторг. Такое отношение к покупателям и потенциальным фенам не может не радовать. Озвучка игры с переводом реплик героев на английский язык стала еще одним достижением Soul Calibur 2. Вне всякого сомнения, Намка проделала огромную работу с игрой и представила высококачественный продукт, отличающийся по энергетике от аркадной версии и включающий уникальные особенности для трех современных игровых систем. Такую игру просто нельзя оставить без внимания. На сегодня все. Прощаюсь с вами, но только на одну неделю. До встречи в следующую среду на канале Экспресс. Пах! Экспресс. Пах!